Елена Морозова, заведующая отделением Центра социального обслуживания «Вера», рассказывает, что порой соцработник становится самым близким для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке и заботе. Люди, которые работают в Центре, я, наверное, каждому могу поклониться за их труд самоотверженный. Эти люди, которые имеют сердце, душу, заботливость и порой даже они идут вопреки своим каким-то рабочим моментам. В Центре «Вера» трудится около 40 социальных работников. Некоторые из них в профессии уже более 20 лет. Многие знают, наверное, все люди знают семь нот, но только единицы могут гениально сочинять музыку. Вот так и вот эта должность или специальность социального работника – это призвание. Конечно же, призвание. За многолетний добросовестный труд, а также в честь профессионального праздника, в историко-культурном центре состоялось торжественное награждение социальных работников почетными грамотами и благодарственными письмами. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес представителей этой непростой, но очень важной профессии. Поздравил соцработников и депутат Московской областной думы Владимир Жук. В этой профессии вряд ли можно найти человека, который случайно в ней оказался. Действительно, надо иметь набор качеств – душевность, теплота, способность за свой счет отдать частичку своей души тем, кто в этой помощи нуждается. Многие соцработники подчеркивают, что в их работе главное умение общаться с людьми и находить нужные слова для поддержки. Психологический подход там обязательно. Многие приходят, поработают, у нас испытательный срок, ну не обязательно врачи, там любые санитарочки, медсестры, и не все остаются. Они сразу говорят, мы не сможем здесь работать. Нужны особые люди такие, у которых внутренняя доброта, милосердие, ну и любовь к тем людям, которым мы там помогаем. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором выступили вокалисты и танцевальные коллективы Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ.